Стоит или нет вести несколько каналов на одной площадке или на нескольких каналах, я уже в принципе поднимал эту тему, но с тех пор все немного изменилось. То есть у меня появились несколько каналов на Пульсе, я также веду каналы на Яндекс.Дзен и продолжаю вести каналы на Ютубе. Так вот, опыта с тех пор у меня стало намного больше, плюс я немножко изменил свое мнение, в общем об этом сегодня хотел бы и поговорить. А это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится и мы начинаем. Собственно, когда вы ведете свои каналы на Дзене, на Пульсе, на Ютубе, неважно где, у вас есть выбор, вести один канал, либо вести несколько каналов. И у каждого подхода есть свои плюсы и свои минусы. Ну собственно, с плюсами кажется, что все понятно. Чем больше каналов, тем больше денег. Но на самом деле это не совсем так, потому что чем больше каналов, тем больше времени вы на них тратите и тем меньше времени уделяете одному каналу. То есть, как бы это сказать, распаляетесь. То есть, вместо того, чтобы акцентировать свое внимание на чем-то одном, на какой-то одной проблеме, на какой-то одной задаче, вы тратите время на множество задач. Собственно, иногда выходит тяпляп. То есть, берешь и по-быстрому пытаешься написать статьи на все-все-все каналы. Но есть другой очевидный плюс. Может быть, не очень очевидный. Дело в том, что если банят у вас один канал, то все остальные у вас в порядке. Ну, если вы пишете на Яндекс Дзен, то может случиться так, что забанят у вас абсолютно все каналы. Но раньше это отлично работало. То есть, если у тебя... Ну, и сейчас, наверное, работает, если нарушения незначительные. Так вот, если у тебя банят всего один канал, то у тебя остаются дополнительные каналы. И вроде как ты не в пролете. А если у тебя это основной источник заработка, то, ведя один основной канал и получив бан, ты остаешься практически без средств для существования. Ну, если у тебя есть так называемая подушка безопасности, то еще ладно. Если ее нет, то все как бы. Заводить новый, пока ты его заведешь, пока ты там все оформишь, пока ты получишь монетизацию. Времени пройдет достаточно. Возможно, и подушка эта растает. Возможно, и денег больше не будет. В общем, с таким подходом кажется, что вести лучше несколько каналов. Я, собственно, так и сделал. Потому что, во-первых, когда я завел свои каналы, казалось, что непонятно, какая тематика прибыльная, какая неприбыльная. Никто не мог мне в этом подсказать. Ну, и я, собственно, заводил канал про фильмы. Заводил канал по истории, заводил канал личный блог, смотрел, где лучше заходит, где не заходит. Вот так вот путем проб и ошибок я вывел, что вот здесь я могу больше заработать, здесь могу меньше заработать. И если вы пробуете, то, конечно, так может быть и лучше. Но потом все же начинаешь понимать, что все эти каналы отнимают уж очень много времени. То есть три статьи как минимум. Я вел три канала на Яндекс.Зен. Три статьи как минимум. Это нужно писать. Потом у меня появились еще два канала на пульсе. И стало намного проблематичнее вести пять каналов. Один плюс еще канал на Ютубе. В итоге я забросил канал про фильмы. Сейчас я его не веду на пульсе. Пока что у меня идет все стабильно, хорошо. Я туда выкладываю статьи, которые я адаптирую с Яндекс.Зену. То есть я их не бездумно копирую. Я беру эти статьи, дополняю их важной информацией, цитатами, ссылками. Исправляю какие-то ошибки, которые я нахожу. Как-то переделываю предложения, которые мне не нравятся. Потому что на Яндекс.Зен я часто писал так, что написал, не проверил даже и опубликовал. Ну, потому что непонятно, зайдет твоя статья, не зайдет твоя статья. В общем, Зен это такая лотерея была для меня. И, собственно, у такого подхода есть одна большая проблема. Все это называется многозадачность. Многозадачность это плохо. Чтоб там не говорили тайм-менеджеры, чтоб там не говорили всякие психологи, гуру психологии. Многозадачность это так себе идея. Все дело в том, что наш мозг вообще не предназначен для многозадачности. Это факт, который следует просто принять. Хоть многие там и пытаются развить эту многозадачность. Но если вы, скажем, там сидите, пишете одну статью и отвлекаетесь на то, чтобы проверить почту, написать кому-то сообщение, то ваш мозг постоянно переориентируется. Он постоянно пытается переключиться с одной задачи на другую. В результате переутомления, в результате вы не можете отличить важные задачи от неважных задач. И в итоге вам просто не хочется ничего делать. Вы пишете все тяп-ляп, вы скатываетесь просто в какую-то, ну не знаю, может быть не желтуху, но скатываетесь в такую вот повседневную рутину, которая не доставляет вам удовольствия. И блогерство вам не доставляет удовольствия, и вы это делаете, ну просто ради того, чтобы заработать тут денег. Но денег без энтузиазма, ну как бы очень сложно заработать. В итоге на данный момент я бы все-таки рекомендовал завести один канал. Ну дело в том, что если вы заводите несколько каналов на Яндекс.Зен, то вообще бессмысленно, то есть вы завели несколько каналов на Яндекс.Зен, и тут получается, что у вас какой-то заблокировали за серьезное нарушение. Скорее всего остальные у вас тоже будут заблокированы. Если, конечно, нарушение не серьезное, то с остальными каналами все будет в порядке, но тут можно как сделать? Вывести несколько каналов на монетизацию, и остальные пока оставить про запас, ну не несколько, хотя бы два пусть у вас будет канала, два-три канала, которые вот с монетой. И как только у вас один банят, если нарушение не серьезное, то вы переходите на другой, другие пока не ведете. Но, как я сказал, за серьезное нарушение вы попрощаетесь со всеми каналами. Что касается показов, есть такое мнение, и мне кажется, что оно весьма обоснованно, что на одного пользователя выделяется фиксированное число показов. Ну, то есть я очень часто наблюдал, что если на одном канале показы растут, на Яндекс.Дзен, то непременно на другом канале они падают. То есть как будто вам выделили 100 тысяч показов, и вот независимо от того, сколько у вас каналов, вы эти 100 тысяч показов как бы откручиваете. Ну и как бы, возможно, они будут на одном канале, возможно, они будут на всех трех каналах, скажем там, по 30 тысяч. Но, тем не менее, вылезти за этот лимит очень-очень сложно. Так что есть ли смысл ввести на Яндекс.Дзен несколько каналов? Большой-большой вопрос. А если у вас один основной канал, на который вы тратите свое время, то вы можете все обдумать спокойно. Вы можете подготовиться к следующему материалу. Вечером вы думаете, какая-то тема будет следующая. Если у вас несколько каналов, это проблематично. Вы думаете, так, сюда такой, сюда такой, ваш мозг просто перегружается. Не должно быть этого. Ну, то есть, если один канал, то вы концентрируете на нем внимание, и все у вас хорошо. Но бывает так, что вы ведете один канал на Яндекс.Дзен, скажем, один канал на Пульсе и один канал на Ютубе. И вам, допустим, нужно три материала сделать в день. Как тут быть? То есть, вы берете, готовитесь к первому материалу, делаете, пишете его, не отвлекаетесь ни на что, не занимаетесь в это время Ютубом, не занимаетесь в это время социальными сетями. Просто берете и пишете свой материал на один канал. После того, как вы это сделали, просто отдыхаете. Не нужно сидеть в социальных сетях, просто вот передохнуть, отдохнуть, дать мозгу такую передышку, чтобы он мог адаптироваться, чтобы он мог все обдумать, чтобы он мог подготовиться к следующей задаче. Ну, то есть, как это происходит? То есть, вы, допустим, встаете с утра и пишете свой первый материал на Пульс. Скажем, написали его, до этого вы подготовились, вечером предыдущим обдумали, что вы будете писать все. Вы написали, ни на что не отвлекались, пошли погуляли, по парку посидели, кофе выпили, отдохнули, подумали о каких-то делах насущных, ни о работе, ни о чем просто. Пришли домой, взялись за следующий материал, скажем, на Яндекс.Дзен. Пока гуляли, можно там сфотографировать что-то. Вам непременно, если вы не думаете о работе, будут приходить об этом какие-то мысли. Инсайды такие, бах, появилась мысль. Даже если о чем-то не думаешь, мозг, кстати, по исследованиям некоторых ученых, работает лучше всего, если вы четко сформулировали какую-то задачу, но не думаете о ней. То есть, вы думаете о отвлеченные темы, даете мозгу передохнуть. Поставили задачу, все, ушли, скажем так, по своим делам. Ну, то есть, если мы в решении какой-то задачи заходим в тупик, самый лучший вариант – это просто отвлечься. Собственно, что мы и делаем. Отвлекаемся, потом возвращаемся к задаче. Пишем нормальную, хорошую статью. Опять же, налево и какие-то задачи, типа проверки сообщений в соцсетях, мы не отвлекаемся. Можно это сделать потом. Раз в день, вечером, как бы самый нормальный, оптимальный вариант. Вот. После этого опять отдыхаем, не знаю, идем гуляем с друзьями, пьем кофе, а вечерком можно записать следующий ролик, скажем, на YouTube. Также поставили задачу, выполнили. Суть в чем? В том, чтобы не смешивать. Чем меньше у вас будет в день задач, тем лучше. Я вообще сторонник того, что нужно как можно больше отдыхать. Отдыхаете, и как бы у вас будет все лучше получаться, у вас будет больше жизненной энергии на то, чтобы выполнять какие-то задачи. А все эти просиживания в интернете, все эти 50 статей на один канал за один день, нужно успеть от все чепуха. То есть, чем больше, больше не значит лучше. Чем больше вы напишете, это не всегда хорошо. Лучше написать одну хорошую статью на один канал, чем 50 нехороших статей на тот же канал. Многие скидывают мне, говорят, вот, посмотри, тут мой канал, я написал 50 статей за один день, там, или за один час. Почему у меня нет монетизации? Ну, конечно, у тебя там статьи, блин, не знаю, три коротеньких абзаца, из этих трех абзацей ничего не понятно, плюс они какой-то рерайт из интернета. Кто будет это читать? Кому вообще это нужно, переходить вот по этим коротеньким постам, скажем так? Это даже не статьи. Так что, ну, не нужно так. Лучше бы ты написал одну статью, одну крупную, большую статью, интересную, может быть, не очень крупную, но чтобы больше 40 секунд, время дочитывание на Яндекс.Дзен на пульсе, все, конечно, зависит от того, как вы пишете и сколько рекламы хотите увидеть в своей статье, но, как я рассказывал в предыдущем ролике, в подсказках его прикреплю, больше, опять же, не значит лучше. То есть, если вы напишете слишком большую статью, то время, проведенное читателями, на ней не сильно увеличится. Резюмируя, что хочу сказать. Самый лучший подход, это когда вы как можно больше думаете и только потом делаете. Причем делание занимает не большую часть вашего времени. То есть, когда вы все обдумали, когда вы решили, что будете писать, как это будете писать, что в этом должно заинтересовать ваших читателей, и, может быть, у вас даже получится одна статья в день. Ничего страшного. Одна статья в день – это нормально. Вам главное понять принцип, главное понять, что интересует ваших читателей, на что они клюют, на что не клюют, и уже после того, как вы приступили к этому, начинать. То есть, возможно, на первых порах вам действительно придется писать больше, возможно, на первых порах вам там придется писать, может быть, несколько каналов, когда вы экспериментируете, как делал я, но потом лучше все-таки как-то сконцентрировать свое внимание на чем-то одном, на одном канале. У меня, может быть, это будет канал по Ютубу. Может быть, я на пульс перейду. Я пока еще не решил, пока что не знаю. Ну, все зависит от того, какой источник будет приносить больше дохода. Пытаться везде успеть. Оно может быть и хорошо, но это приводит к тому, что ты распаляешься, и в результате нигде не успеваешь, и нигде не добиваешься успеха. А чтобы добиться успеха, как я уже сказал, лучше сконцентрироваться на чем-то одном. Вот. А у меня на этом все. С вами был Кретов. Подписывайтесь на мой канал, на Инстаграм тоже подписывайтесь, ставьте «Нравится». До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok